Пока в дружеской клубной обстановке, а через год готовы на серьезные соревнования. В девятый раз, с начала этого года, любители нардов в Петрозаводске собираются на турнир. Его организаторы, руководители клуба «Твой мир» Андрей Иванов и Владимир Ботин сами увлеклись игрой недавно и сразу повели за собой единомышленников. Чем интересна игра в нарды, тем что она может все перевернуться, буквально ты лидируешь и выпадает такой камень, когда все перевращивается, ты уже в плохой ситуации, тебе нужно менять, принимать другие решения. Это часто сравнивают с жизнью, то есть бывает по жизни идешь, и что-нибудь случается, тебе нужно резко менять направление, что-то делать, менять тактику, и вот этим нарды неинтересны. Эта древняя настольная игра развивает логику и учит мыслить стратегически. Правила, по мнению тех, кто ее уже освоил, просты. Вы можете играть любыми своими фишками, которые стоят на доске. То есть, допустим, вот мне выпало 4-3, да, я могу сыграть, допустим, 4-3. Вахтанг Гвалия – специалист в коротких нардах. Сейчас учится игре в длинной, в них отличаются правила. В ноябре он открыл и возглавил федерацию нард в нашей республике. В планах проводить чемпионаты, ведь нарды – официально признанный вид спорта. Также он собирается учить этой игре всех желающих. У нас разработан уже курс обучения. И нарды будут специально, чтобы показывать, как играть правильно, какие ходы делать, в зависимости от того, какие жары выполнят. На этом любительском турнире было подписано еще и важное соглашение о сотрудничестве. Руководители скрепили подписями и печатями свою готовность помогать друг другу в развитии нарды в Карелии. Турнир на этот раз проходил в пять туров. В нем участвовал чемпион России по нардам Анатолий Красилов. На этот раз он выиграл в трех турах. Для того, чтобы он понимает, что такое прорезь в нардах, надо окунуться в эту игру. Не стыдно в нардах проиграть. То есть, нарда – такая игра, где может выиграть в нее любой. Это не шахматная. Знатоки говорят, в нардах одинаково важны мастерство и удача. К финалу этого турнира подошли с равным количеством очков 6-6 – Василий Сандровский и Владимир Сухарев. Победителя, а значит, одновременно мастера и везунчика выявил решающий поединок. Им стал Дмитрий Сухарев. Отлично, поздравляем с чемпионов. Светлана Воробьева, Сергей Беляев, Служба новостей. Просто самое интересное, что…